Итак, интересности о Костроме. Вообще, именно Кострома стала первым, за исключением столицы, городом в России, у которого появился собственный герб. Произошло это еще в далеком 1767 году. В наши дни она славится на всю страну благодаря своей ювелирной промышленности. Кострома, как и многие другие древние города России, была основана князем Юрием Долгоруким. Около трети всех трудоустроенных ювелиров в России работает именно здесь. Кострома входит в состав туристического маршрута «Золотое кольцо» с момента его основания в 1960-х годах XX века. Она официально носит статус исторического поселения. Это значит, что в ней сохранилось большое количество древних зданий, а общий план городской застройки не сильно изменился с минувших столетий. Одна из главных засопримечательностей Костромы, основанная в XV веке, Ипатьевский монастырь. Это укрепленный обитель в смутное время отказалась признавать Василия Шуйского и присоединился к Дмитрию II, сыграв тем самым весомую роль в Великой Смуте. Город получил название в честь одноименной реки, на которой он был построен. С 1246 года по 1320 он был центром Костромского княжества. Позднее оно утратило свое влияние и вошло в состав Московского княжества. Костромская область занимает площадь более 60 тысяч квадратных метров. Километров это вдвое превосходит площадь всей Армении, например. Например, река Кострома раньше протекала прямо по городу, но впоследствии ее русло было перенесено на 12 километров, а старое русло превратилось в ремонтные доки для речных судов. Костромской Кремль был снесен большевиками в 30-х годах прошлого века. На месте, где он стоял, поставили памятник Ленину, а кирпичи, разобранные на Кремле, пустили на строительство льняной фабрики. На гербе Костромы изображена галера, носящая имя другого города – Тверь. На ней сюда некогда прибыла императрица Екатерина II, и это событие горожане решили увековечить. Во всем центральном федеральном округе Костромская область является регионом с наименьшей численностью населения из всех. В ней проживает около 635 тысяч человек. Это, кстати, сравнимо с численностью населения всей Черногории. Так как здесь сохранилось множество районов с историческим обликом, в советские времена тут снимали множество фильмов. Рекорд отрицательных температур в Костроме составляет минус 46,5 градусов, а положительных – целых 37,5 градусов. Площадь революции в Костроме раньше называлась Сусанинской, потому что здесь стоял памятник этому герою, но в советские времена памятники снесли, потому что вместе с Иваном Сусанином на нем был изображен царь Михаил Романов, а саму площадь приименовали. Это самый, кстати, Михаил Романов, первый царь из династии, правивший в России 304 года, был помазан на царство именно в Костромском Ипатевском монастыре. Этот древний город всего на 5 лет моложе Москвы, он был основан по приказу Юрия Долгорукова в 1152 году. В Костроме и Костромской области проживают, по данным последней переписи, представители 116 различных национальностей. В годы Великой Отечественной войны 29 костромчан получили невероятно почетное звание Героя Советского Союза. Всего в Костроме находятся более 950 улиц. Костромской фестиваль фейерверков Серебряной Лая, проводимый на регулярной основе, несколько раз удоставился званию лучшего пиротехнического представления во всей стране. В центральной части города стоит памятник псу по имени Бобка. В XIX веке он жил на пожарной станции и помогал пожарным спасать людей из огня, за что горожане решили увековечить его память. В то время как Великий Устюг считается родиной Деда Мороза, Кострома считается родиной Снегурочки и Бабы-Яги. Здесь находится ее терем, открытый для посетителей круглый год. Ну и еще Борис Гребенщиков из группы Аквариум навсегда увековечил этот город в своем альбоме Кострома Монабор. На этом пожалуй все. Спасибо за внимание. До свидания.